Гепатит – вирусное заболевание печени, которое наносит серьезный удар по всему организму. При этом инфекция легко распространяется. В Беларуси чаще всего встречаются вирусы А, В, С и Д. При этом симптомы хронического заболевания гепатитом В или С могут не проявляться в течение длительного времени, а иногда и нескольких лет. Эта болезнь может медленно и незаметно разрушать печень, что в оконечном итоге приводит к развитию рака. По этой причине врачи называют гепатит ласковым убийцей. Основные тревожные звоночки гепатитов – это слабость немотивированная, которая раньше не беспокоила больного, это могут быть боли в животе, это изменение аппетита, отказ от еды. Ну и такой самый главный, конечно, симптом – это желтушность. Желтушность склер кожи, потемнение мочи становится белым кал, охаличным называется. Вот симптомы, на которые человек должен обратить внимание. Заразиться гепатитом можно несколькими способами. Через грязные руки, некипяченую воду, кровь, а еще при несоблюдении санитарных норм и правил в медицинских учреждениях или в салонах красоты. Тяжело протекают гепатиты, которые передаются через кровь, а это гепатиты В, С, Д и Е. В Брестской областной станции переливания крови, чтобы устранить возможность заражения человека, проводят специальную проверку донорской крови. Для того, чтобы не допустить заражения человека путем переливания крови вирусными гепатитами, вся донорская кровь обследуется на вирусные гепатиты В и С. У нас в лаборатории диагностика вирусных гепатитов В и С производится иммуноферментным методом, который позволяет выявить поверхностный антиген гепатита В, HBS-антиген и антитела гепатиту С. Если же иммуноферментный анализ вызывает у нас какие-то сомнения, мы проводим ПЦР-диагностику, которая выявляет саму РНК или ДНК вируса. Для того, чтобы обезопасить себя от любых видов вируса гепатита и не стать очередной жертвой ласкового убийцы, необходимо соблюдать меры профилактики. Употребление в пищу хорошо приготовленных продуктов, не употреблять в пищу сырую воду, мытье рук, мытье овощей, фруктов, так скажем, чтобы вирус к нам не попал в рот. Профилактика парентеральных гепатитов – это, конечно же, неупотребление инъекционных наркотиков, выполнение каких-то медицинских манипуляций, вмешательств парентеральных специализированных учреждений, это, к примеру, сертифицированные тату-салоны, медицинские вмешательства в лечебных учреждениях, использование стерильных инструментов, использование стерильного расходного материала. Желательно, чтобы эти инструменты были одноразовые. Но если гепатит все же настиг организм, бояться того, что время болезни останется навсегда, не стоит. Уже сейчас статистика заболеваний снижается, а для больных хронически есть пути решения проблемы. В последнее время вирусных гепатитов энтеральных стало мало. И у нас за последние несколько лет буквально единицы проходят больных с этими гепатитами. С чем связано? Ну, возможно, с тем, что хорошо народ соблюдает санитарно-гигиенические нормы и правила. Моют руки, моют овощи, фрукты. Но с какой-то, наверное, не сезонностью, а с периодичностью заболеваемости этой. То есть пика гепатита А мы ждали, но массовых заболеваний не было. Хронических тоже становится меньше, благодаря тому, что сейчас лечение от гепатита С разработано. Это препараты прямого противовирусного действия, это таблетки, которые неплохо переносятся пациентами. И в основной своей массе тоже до 90 и больше процентов пролеченных больных поправляются от вирусного гепатита С. Ирина Кузьмич, Павел Малышонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.